Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Прошло заседание учёного совета Казанского федерального университета. Мероприятие компании «Роснефть» в КФУ. Студенты в квест-игре, посвящённой Габдуле Тукая. 30 марта Казанский федеральный университет присоединится к крупнейшей в мире экологической акции «Час земли». На 1 час с 20.30 до 21.30 будет отключена подсветка и освещение 34 объектов вуза, в том числе главного здания, студгородка и общежития деревни универсиады. К другим новостям. В зале попечительского совета КФУ прошло очередное заседание учёного совета. Основными вопросами стали повышение заработной платы сотрудникам, изменения в работе юридической клиники КФУ и конференции имени Николая Лобачевского. Обо всех подробностях смотри далее. В Казанском федеральном университете прошёл учёный совет. Заседание началось с торжественной части. Ректор КФУ Ильшат Гафуров поздравил студенток университета, участниц Всемирной зимней универсиады, прошедшей в Красноярске. Студентки выступали в составе команды «Татарстан» и завоевали бронзовые медали в дисциплине «Синхронное фигурное катание». Дали из рук ректора КФУ за выдающиеся успехи, личные заслуги и творческое отношение к работе получили дипломы ряд сотрудников университета. После торжественной части прошло избрание на должности и проведение конкурсного отбора. Следующим вопросом повестки стали изменения в работе юридической клиники КФУ. Проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский рассказал о выведении клиники из организационной структуры факультета в юридический центр практик университета. Далее внимание было уделено вопросу повышения заработной платы. Проректор по финансовой деятельности КФУ Раиса Малакаева рассказал о подробности ещё одного этапа повышения кладной части сотрудникам Казанского университета. По нашим должностям это профессор, заведующий кафедрой ДК Факутета института и директор института. Мы предлагаем сегодня рассмотреть на рассмотрение учёного совета вынести увеличение базовой заработной платы этих категорий должностей на 3%. Ректор КФУ Ильшат Гафуров напомнил собравшимся, что до 1 октября необходимо приложить все возможные усилия для повышения заработной платы сотрудников КФУ. По инициативе правительства России она будет повышена на 4,3%. Если будет у нас возможность, мы ещё раз до октября, может быть, ещё удастся поднять базу. Но если мы найдём возможность ещё раз до октября пройти, вот так же, может быть, немного, тогда база реально увеличится у нас не на 4, а более чем на 7, на 8%. Ещё одной темой заседания стала международная конференция имени Николая Лобачевского. В ней примут участие 600 человек из 21 региона страны. Это речь идёт о будущих абитуриентах Казахского университета. Фактически 600 абитуриентов приедут и будут вам представлять свои работы. Я напомню, что победители этой конференции получают плюс 5 баллов к профильному экзамену, а призёры 3 балла получают. Поэтому и школьники мотивированы, и мы должны быть тоже мотивированы с тем, чтобы отобрать лучше. Хочешь получить двойной диплом, учиться в Лондоне в одном из лучших вузов, да ещё и бесплатно? Тогда следующий сюжет специально для тебя. 29 марта в актовом зале Института геологии и нефтегазовых технологий состоялась презентация для студентов совместной магистрской программы «Петролиум Инженеринг», которая реализуется на базе Казанского федерального университета и Лондонского империал-колледжа. Мы будем добирать лучших студентов. Во-первых, это обучение будет и на английском языке, и в России, и в Лондоне, естественно, и, конечно, ребята должны быть очень подвинутые, и очень такие серьезно-устремленные, и очень талантливые, работоспособные, потому что программа очень тяжёлая для освоения. Благодаря этой программе студенты смогут бесплатно учиться и получать стипендию в Лондонском империал-колледже, так как обучение будет оплачивать «Бритиш Петролиум» и «Роснефть». Пройдя специальное собеседование, будущие магистры будут учиться два года. Первый год в Казани, второй в Лондоне. Практика будет проходить после первого года обучения на предприятиях «Роснефть», «БП», «Роснефть», в России, вероятно, сейчас всего, наверное, да. А вот второй год уже будут писать диплом на работу, ну, диссертацию, уже в Лондоне. Также в Институте геологии и нефтегазовых технологий состоялась ярмарка «Вакансий», где студенты смогли непосредственно у представителей компании узнать о перспективе прохождения производственной практики и дальнейшего трудоустройства в компанию. Погнал спрашивать, какая зарплата, как там начальник хороший, плохой или всё спрашивать. Где жильё, какое жильё будет, какие перспективы, какие перспективы роста. Надо спрашивать всё. Мы продолжаем нашу серию сюжетов о днях «Роснефти» в Казанском федеральном университете. О том, какие мероприятия уже были проведены в их рамках, мы расскажем в следующем сюжете. 28 и 29 марта в Казанском федеральном университете проходит Дни Пау «Роснефть». В их ходе были проведены лекции и мастер-классы от ведущих специалистов компании, анонсы совместных образовательных программ, а также рабочие встречи. Кроме того, для представителей Пау «Роснефть» помимо рабочих встреч была организована экскурсия знакомства с научно-образовательной базой университета. В её ходе гостям университета были продемонстрированы следующие научно-исследовательские лаборатории. Промышленный катализ, внутрипластовое горение, геохимия нефти и газа, методы увеличения нефтеотдачи. Представители компании по достоинству оценили уровень специалистов и оснащение научно-образовательной базы КФУ. Камиль Гомоздинов, Универ Ньюс. В рамках компании «Роснефть» в КФУ прошли новые лекции, а также деловая игра «Винг». Что нового узнали студенты и во что же они играли, ты узнаешь в следующем сюжете. Денирус нефти продолжается. 28 марта в Институте геологии и нефтегазовых технологий прошли новые интересные мероприятия в рамках этой большой компании. Информативные лекции, а также деловая игра «Винг». Студентам было предложено разделиться на 10 команд и соревноваться как настоящим нефтяным компаниям за большую долю рынка. Игроки примерили на себя роли аналитиков, аукционистов, финансистов. Игра «Винг» обновляется каждый год с учетом изменений на нефтяном рынке, а также она не имеет какого-либо алгоритма решения. Все манипуляции для победы команда принимает сама. Действия уникальны. При этом игра представляет собой модель от низа, от добычи до конечного, грубо говоря, до пистолета, до конечного розничного сбытка. Нюансы деловой игры. Она имеет давнюю историю. Данная версия заключается в том, что в ней нет решения, готового решения. Необходимо думать не только за себя развивать компанию, но и за своих конкурентов, которые сидят на соседних столах. Студенты были приятно удивлены такому необычному способу обучения игре. Было интересно, информативно, но сложно. Для меня это был такой, на самом деле, очень положительный опыт. Я думаю, в будущем я бы еще поиграла в такую игру. Очень сложно было. Не менее полезными были и лекции на самые разные темы о полезных ископаемых. От техники бурения до ценовых политик на рынке нефти. Материал был непростой и для наглядности студентам показывали различные видеоролики и таблицы. Благодаря лекциям и игре ВИНГ студенты приобрели ценные знания, которые помогут им в их дальнейшей профессии. Александра Закирова, Александр Юдин, Универньюз. На территории культурно-спортивного комплекса УНИКС прошло мероприятие, посвященное жизни и творчеству Габдуу Тукая. Событие проходило в рамках квеста и было открыто для студентов со всех институтов КФУ. Подробнее далее. В КСК УНИКС состоялось мероприятие, посвященное татарскому народному поэту, литературному критику и публицисту Габдуу Тукая. Квест посетили студенты из разных институтов КФУ, где каждый мог проверить свои знания о знаменитом поэте и узнать что-то новое. Участники были поделены на несколько команд, каждая из которых имела возможность побороться за первое место и получить памятные призы. Не меньше остальных победе были заинтересованы ребята из Института филологии и межкультурной коммуникации. Конечно мы ждем победы, потому что мы из филологического института и также надеемся, что будет интересно и возможно мы узнаем много нового, которые не узнали до этого. Хочется победить, вот бегаем от точки к точке, пока непонятно где какая именно станция находится, но надеемся, что со временем разберемся и победим. А так интересно, да, очень, ну в общем интересно, что будет на следующей станции и такой азарт присутствует. После общего начала в малом зале команды получили маршрутные листы и были направлены в разные точки уникса – станции. Каждая станция представляла собой небольшое испытание, посвященное народному поэту. Студенты восстанавливали строки его произведений, вспоминали биографию и даже играли на фортепиано. Организацией данного мероприятия занимался общественный центр КФУ «Волонтеры Победы» имени героя Советского Союза, выпускника Казанского университета Федора Петровича Савельева. Событие проходило в преддверии дня рождения Габдулы Тукая и было призвано просветить тех желающих в творчестве выдающегося поэта Татарстана. Совсем скоро день рождения великого поэта Татарстана Габдулы Тукая. И мы с нашей командой собрались и решили, что патриотизм – это же любовь к родине, а наша малая родина – это как раз Казань, Татарстан. Цель квеста – это в интерактивной форме рассказать ребятам историю этого поэта, погрузить их в атмосферу, которая тогда царила в России. Александр Кулалаев, Ленарда Влетьяров, Универньюз. На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok